Вообще, знаешь, мне брат сказал, короче, в деревне, он мне сказал, что на телевидении работают либо евреи, либо голубые. А ты еврей? У женщин же есть. Я про тебя спрашиваю. Ты еврей? Нет, я не еврей. У меня, как получается, у меня, ну точно, четвертинка у меня украинская, все остальные русские. Это то, что я знаю до пробавок. Там может быть что-то. Нет, евреев никогда не было. Всем я, по крайней мере, не помню. А что касается не гей, да, ну нет, ну кавы нет. Слушайте, ну действительно очень много в творческой сфере. У меня это больная тема, потому что одно время я вообще себя считал гомофобом. Очень так серьезно. Но я прекрасно понимаю, что это очень глупая позиция. Но невозможно ненавидеть этих людей, тем более, что так жизнь устроена все-таки. Очень много, если брать актерскую профессию, если брать художников, если брать специалистов именно в творчестве, очень много абсолютно одареннейших гениальных людей. Вот именно такой вот нетрадиционной сексуальной ариентации. И дело-то не в том, что какую ариентацию человек. Я просто не люблю, когда это популяризирует и когда это выпячивают на... Иногда, наверняка, может быть, не в большинстве, но большой достаточно процент в СМИ, в медиа, по телеку мы видим откровенный, например, там, ну вот он прямо демонстрирует и перья, и голос, и манеры, и вот это вот все, да. А на самом деле он таковым не является. Может быть, это масочка, вот что. Просто не хочется, чтобы это вот несли. Ну, слушай, ну есть отклонения. У каждого человека есть какие-то отклонения, да, как бы здоровых нет, есть недолеченные. Да, есть там нейрологические какие-то штуки, есть... Ну, нет, я серьезно к этому отношусь, просто я в какой-то момент понял, что их как бы не любить, ненавидеть нельзя.